И, наконец, моя любимая страница календаря музыкальной. И сегодня в нашей гостиной потрясающая, многоликая, предельно женственная и невероятно мужественная Ольга Арефьева. Она прославилась как автор песен с удивительно красивыми и запоминающимися мелодиями. Лидер группы «Ковчег» окончила Гнесинский институт, выпустила 20 дисков. Получила литературную премию за стихи, написала 4 книги, ставит спектакли, снимает клипы, занимается жонглированием и продолжает непрерывно реализовывать новые проекты. Вчера у Ольги был день рождения, а впереди праздничные концерты группы «Ковчег» в полном составе. В Москве 24 сентября, в Петербурге 30-го. А сегодня Ольга Арефьева в гостях у календаря. И приоткроем тайну, в конце программы вас ждет сюрприз – клип на одной из замечательных песен Ольги и группы «Ковчег». Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Ну, простите, что мы опаздываем немного с поздравлениями, но все-таки накануне был день рождения, поэтому принимайте поздравления от нас, от нашего канала. Это не опоздание, это очень важно. Еще можно поздравлять весь год. Хорошо, мы учтем. И насколько мы понимаем, у вас на днях 24-го числа концерт, да, будет? У нас сложилась традиция, мы каждый год отмечаем мой день рождения концертом в ЦДХ. 24-го в Москве в ЦДХ, 30-го в Эр-Арте в Питере. Но это будет концерт вот именно ваш, не будет никаких приглашенных звезд, именно вы с группой будете выступать, да? Ну, как-то так традиционно сложилось, да, что просто я играю с группой. Всегда много новых песен, но тут мы посмотрим, мы еще решаем. Расскажите, а вот помимо концертов, чем вы сейчас еще заняты? Пишите песни, снимаете клипы? Да, я все время что-нибудь себе такое придумываю, что мне и всем окружающим настолько не скучно. Ну да, клипы, например, это одно из хобби. Я как-то увлеклась съемками, и вот с тех пор все делаю-делаю. И как-то удобно получается. Я певица, и я клипмейкер. Нам не приходится друг другу платить. А с театром вы продолжаете сотрудничать? Театр это такой был прям кусок жизни, очень, кстати, повлиявший на все остальное. В том числе и на то, что происходит на сцене, и то, что вот в этих съемках, и то, что я писала там в книге. В общем, то, что попало в песни, это такой очень глубокий опыт, который, собственно, был достаточно, как скажем, андеграундным и, в принципе, локальным. То есть не так много народу было на наших спектаклях, потому что они происходили в каком-то таком лабораторном формате. Но это же была целая группа Калимбра, да? Калимба, да. Она сейчас, это просто мои близкие друзья и помощники, которые участвуют во всех моих затеях. В каких? Вот, например, клип, если надо снимать. Или к вам на телевидение приехать. Группа поддержки всегда рядом со мной. А книги вы продолжаете писать? Эх, как вы меня поймали. Вы упомянули книги, кстати. Ну да, и есть несколько книг, которые я выпустила. Часть из них, ну, такие, можно сказать, побрякушки, сборники. То есть это сборники одной стиши, и там сборники стихов, хорошо, детских. Но есть одна самая главная книга, которую я вот писала все то время, когда вот как раз происходили эти наши эксперименты психологические. Ну, давайте назовем «Смерть и приключения». Да, это книга «Смерть и приключения» Ефросиния Прекрасной. Да, Ефросиния Прекрасной. И это, мне кажется, пока что самое главное, что я написала. И с другой стороны, это то, к чему еще я только подступаюсь. Потому что эта книга волшебная. Эта книга, вызывающая сильнейший сдвиг сознания в сторону вот этой какой-то сказочной реальности. А может быть, наоборот, более настоящей, чем вот это вот материальное, будничное. И у меня, на самом деле, внутри есть желание продолжать это путешествие и продолжать писать. Но это такой высокий концентрат, который требует такой внутренней какой-то бескомпромиссного существования между мирами, что это не так просто. Это набирается, как золотники по каким-то фразам. И, в общем, я понимаю, что писатель я несовершенный, но проводник я хороший. И я еще пытаюсь своего писателя внутреннего дотянуть до проводника. То есть я все время притаскиваю какие-то послания, очень мощные, красивые и сильные, которые даже сама не всегда могу по-настоящему понять. И еще с годами понимаю, расшифровываю, проникаюсь. Но сделать из этого еще и такой литературный продукт, не то чтобы элитарный, а, например, как вот пишет Макс Фрай, волшебные сказки. Вот сейчас я это не могу, я восхищаюсь. То есть пока вы собираете материал, грубо говоря, да? Я собираю себя, я бы сказала, себя как инструмент. Ольга, но мы еще хотим предложить нашим зрительным посмотреть один из ваших замечательных клипов. Это клип «Осень». Да, расскажите, пожалуйста, о нем. Что это за клип? Мне кажется, да, актуально сейчас. Каждую осень он еще более актуален почему-то. Снимали мы вообще-то его очень давно. И это один из моих ранних самых клипов. Кинематографично достаточно. Мне кажется, не теряет это актуальности. Я пересматриваю и как-то тянуть, можно сказать. Да, мы тогда хотим еще раз поздравить вас с днем рождения. Естественно, пожелать реализовать все ваши творческие амбиции, потому что мы понимаем, что их много. Еще много граней, которые вы можете открыть. Они сопоявляются. Да, поэтому еще раз с днем рождения. Так что все не реализуешь, но, скажем, делаешь одно, появляются следующие. И, в общем, чтобы этот процесс не прекращался. С днем рождения еще раз прошедшим. И спасибо вам огромное за это интервью. Это была программа «Календарь» и ее ведущий Максим Митченко. И Мария Карпова. Пишите нам по адресу календарьсобаку. Это rdfisonline.ru. Мы ждем ваших писем. Ну, а прямо сейчас клип «Осень». Льются листья, листья бьются осень. Осень, осень. Где ты в облаках была, я просил. Осень, осень, осень. Мы напрасно снова солнца просим. Осень, осень. Пожелтели наших жизней осень. Осень, 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 осень. Клеют розы лепестки и отбросить осень, осень. И туманы отмывают в плесе нашу память. Осень, осень, осень. Белые птицы, помня о погосе, Подкрасила птичьей трели он цвет. На траве за индивела просить. Ухожу я за тобою осень. Смерть считает 3, 4, 8. Ладно, ухожу, слышишь, осень, слышишь, осень. Я вреду во сне под свенью с осень. Я уйду, уйду, я слышишь, осень. Ах, опели птицы на погосе. Ухожу я вслед за ними. Осень, осень, ах, как пели птицы на погосе. Ухожу я вслед за ними. Осень, на траве за индивела просить. Успокойся, я растаю осень. Успокойся, я растаю осень. Успокойся, я растаю осень. Я растаю осень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok